Ну, наконец-то, скажете вы, да, наконец-то мы доснимали наше видео, обещанное, да, я уже в прошлом видео делала, такое вот прям интригу немного давала, что почему у нас долго не было. Кстати, говорю, я вам большое спасибо, что вы следите за нами, нам очень приятно, это неимомерно просто, что у нас есть наши подписчики и наши видео смотрят, особенно очень приятно, когда на улицах Белеси и даже в Батуми подходят наши зрители и говорят слова благодарности нам, мы очень вам благодарны, и даже из последнего, да, в Батуми ко мне подошли пара, такая же возраста, как и мы, и поблагодарили, и благодаря нам они сюда переехали в Белеси. Напоминаю, что в Белеси мы уже живем второй год, и чем мы занимаемся сегодня, сегодня мы об этом как раз и хотим рассказать. Виталий за кадром, а я сегодня не одна, и интервью будет брать у нас Александра, вот, и хочу вас сегодня познакомить с моей совладелицей по бизнесу Татьяной, и дальше мы вам все расскажем. Интрига раскрыта, сегодня, знакомьтесь, моя совладелица по бизнесу, наша со свитарием, конечно, да, ее зовут Татьяна, мы открыли в Белеси бьюти-коворкинг, называется он Лопут. Ну, а дальше вопросы нам будет задавать прекрасная Александра. Добрый день, девчата. Скажите, пожалуйста, что же такое все-таки бьюти-коворкинг? Бьюти-коворкинг – это, можно сказать, новый формат салона красоты. Бьюти-коворкинг – это пространство, которое объединяет мастеров бьюти-сферы совершенно разных направлений, и которое позволяет мастерам работать напрямую с клиентами. То есть работа в бьюти-коворкинге, она осуществляется за счет аренды оборудованного рабочего места, а не за счет работы на салон на процент. То есть это новый формат, который позволяет мастерам работать сами на себя. У нас очень стильное пространство, я не просто так говорю, это подтверждено многими отзывами, и нас гладит, нам очень приятно, что мы создали такое пространство. Татьяна, кстати говоря, художник, и здесь все, что сделано, это она. Я сюда, я мне прикладывала к уроку, я больше, вот как вы видите, больше разговариваю. Мастер, вот, и мастер, да, по рекламе. Вот, и еще из преимуществ работы в нашем коворкинге, именно для мастеров, ну, во-первых, да, все места оборудованы по современным стандартам, во-первых, во-вторых, все новое оборудование, ну, и, конечно, самое главное, это все-таки атмосфера, которая у нас здесь присутствует, мы где-то, какая-то семья какая-то уже выстраивается, ну, так как мы все-таки экспаты, да, и русскоговорящие у нас мастера, ну, к нам уже приходят работать мастера, девочки-грузиночки, тоже шикарные, и также клиентки наши любимые, вот, поэтому мы здесь не скучаем, нам не скучать, сегодня мы выбрали время, чтобы записать, наконец-то, это видео, вот, и дальше я передаю слово все-таки нашему интервьюеру Александре. Елена, ну, легко было открыть бизнес в другой стране все сначала, все-таки это главный вопрос, потому что очень многие боятся открывать в другой стране бизнес, опасаясь всяких подводных камней, и вообще все им это чуждо. Скажите, может, по вашему примеру, как переехали люди в Тбилиси, так они и будут открывать бизнес, не боясь этого. Вам было страшно, и было ли это доступно в Грузии? Ну, я в таком случае всегда говорю, глупость и отвага ведут нас в невидомые дарья. Скажу так, ну, наша история, наш пример, мы с Виталием там более года, здесь уже второй год мы живем, и мечта моя была собрать в одном пространстве всех мастеров бьюти, причем таких вот самых топовых, где можно прийти и обслужиться, прям получить все условия, которые есть только в ютисфере. Это, во-первых, во-вторых, ты садишься, и ты уверен в том, что, делая процедуру, ты уверен в том, что тебя обслужат действительно так, как мы уже привыкли к этому, мы бабованные же такие девчонки, да? Вот, поэтому мне, была у меня такая идея, и я очень рада и довольна тому, что меня поддержал, в первую очередь, мой муж в этом плане. А потом Татьяна мне просто рассказала эту свою идею, она на следующий день позвонила и сказала, Вер, я хочу участвовать в этом проекте. И вот от идеи до ее воплощения прошло три недели. Да, ребята, это честно, это так оно и было, Благодаря Татьяне, которая меня во всем поддерживает, мы добились вот таких вот хороших результатов. Одним из главных преимуществ вашего салона является предоставление рабочих мест. Скажите, на сегодняшний день много ли мастеров работает у вас? У нас несколько мастеров, которые занимаются перманентным макияжем, несколько мастеров, которые занимаются ресницами, бровями, также есть косметологи, визажисты, которые работают у нас, шикарные, и парикмахеры-стилисты, которые работают у нас. Пригласите в наш комборгинг работать, кто еще не знает об этом, для этого мы записываем это видео, что мы здесь у нас могут работать, еще раз повторюсь, колористы, стилисты, дреда девочка у нас вот смотрела, кстати говоря, африканские косы, затем биозалитка очень интересная, также визажисты, бронисты, лашмейкеры, косметологи, массажисты наши. Мастера перманентного макияжа, который сейчас очень популярен у нас. Да, и также обучение проводят, потому что половина из мастеров, которые работают у нас, они также и тренеры, вот и главные технологии, они проводят еще и обучение в стенах нашего каворгинга. То есть в локус можно зайти и сделать весь спектр бьюти-услуг, маникюр, покраситься, постричься. В нашем каворгинге можно вот в одном пространстве, в нашем локусе, вот здесь есть локация, получить, прийти, прийти работать, это одно дело мастеру, а также получить прям все услуги в одном месте. Это прям, это очень удобно, это моя мечта. Не надо ездить по всем разным салонам для того, чтобы там сделать ресницы, маникюр в следующем. То есть записываешься в одном месте, получаешь все услуги. Сейчас сезон свадеб в Грузии, я думаю, у нас не будет отбоя от клиентов. Да. Кстати, вы сказали локус, откуда такое название, его происхождение, откуда все-таки локус? Ну, это Таня придумала, поэтому есть локус. Ну, на самом деле, я хотела придумать такое название, которое было очень лаконичным и отражало, по сути, так вот, суть. И я долго искала название. Мне хотелось, чтобы это было просто, чтобы это звучало, чтобы это запоминалось. И в какой-то момент я просто стала... Мне не нравится, мне очень нравится, когда используются английские слова, потому что это очень, мне кажется, очень избито, и сейчас все так делают. Мне хотелось либо использовать грузинское слово, либо уже тогда какое-нибудь старое, очень старое слово. Я взяла латынь. Вот, на латыни слово локус значит место. То есть это может быть и площадка, большое место, и какое-то место точечно, где что-то происходит. На самом деле, это то, чем мы и являемся. Мы являемся... У нас есть конкретные места, то есть вот места для мастеров, которые... Каждый из них, по сути, локус, да? Там, где происходит у мастера какая-то своя деятельность. И также мы, весь каворкинг является локусом, местом, которое объединяет мастеров. А также локус – это место, в котором могут происходить совершенно разные мероприятия. То есть, ну, понятно, что бьюти-каворкинг подразумевает, что эти мероприятия будут связаны как-то с бьюти-сферой или сферой женских интересов. Может быть, это будет связано с чем-то, что женщинам помогает чувствовать себя еще более гармонично, роскошно, красиво и так далее, да? То есть, мне показалось, что это название, оно максимально отражает наш концепт. И поэтому мы его выбрали и оставили. Я прям вот хочу заострить ваше внимание, что локус и локация – это не только для бьюти-мастеров или обслуживаться прийти, но также у нас два зала, как видите, вот в одном общем мы находимся. И у нас есть еще кабинет-трансформер. Убираем это пространство, можем его убрать для любых нетворкингов, любых мастер-классов, ивентов. То есть, вот этот зал умещает до 30 человек, малый зал умещает до 10 человек, где вы можете проводить любые мероприятия, мастер-классы. И мы очень рады, Кутин Фан Сатурнич. Вечеринки, которые мы планируем, да, это такой маленький анонс интрига на будущее. Ну, так как мы все творческие здесь собрались, прям вот люди, особенно я, да, кличка у меня и в детстве была Лена Колиндейн. Я скучаю! Да, кстати, у нас было открытие, некоторые, возможно, кадры я кину, когда буду сшивать это видео. У нас прошло открытие, здесь собрались очень интересные, да, молодежь, такие неординарные. У меня было весело, у нас были и конкурсы тоже. Да, и мы готовили и закуски красивые, я тоже это все немножечко ланкина, и коктейли бесподобные. В общем, что-то такое мы хотим здесь проводить по возможностям. Зал можно использовать, да, и для таких вечеринок. Но, опять же, если из истории, я понимаю людей, которые приезжают сюда, да и не только, кстати говоря. Это касается русскоговорящих, потому что на нашей вечеринке очень много было и грузинов, ребят бесподобно красивых, тем более девушек, которые, вы знаете, работают в бьюти, это такие красавицы, ребята, прямо здесь у них была дарость рига. Вот, поэтому это тоже из анонсов. Подводя итог нашего интервью, хотим пригласить ребят, мастеров, повторюсь, бьюти-сферы, ну, прям все направления деятельности в бьюти, к нам в Каворкинг. Находимся мы в шикарном месте в районе Вакен, улица Петсиан, добиться 49, это недалеко от парка, очень красиво, да, вы релаксовать можете, так, в перерывах здесь у нас. Хотим вас пригласить, ребят, к нам работать. У нас есть возможность работать как каворкинг с вами, да, это оплата идет за час. А также возможность того, что мы вам предоставим самих клиентов, приходите к нам, записывайтесь, звоните, мы оставим сейчас и телефон, и ссылочку на инстаграм, где могут мастера зайти, записаться, а также клиенты, получить какую-то услугу, выбрать себе мастера, с которым в дальнейшем будете сотрудничать. Мне кажется, стоит попробовать. Новый формат работы, если вы еще не пробовали каворкинг, то пора попробовать. Итак, до встречи. Впереди даю анонс сразу, что я запишу, обещаю просто интервью с интересными мастерами, это вообще просто человеческие судьбы, да, потому что концерт нашего ведения YouTube-канала именно встреча с интересными людьми. Вот, а их, поверьте, у нас здесь очень много. И много знакомств, и впереди еще много интересных историй. До встречи. Так, короче, еще, еще что мы хотим рассказать, да? Вот если ты, Лешик, мы все остались. Ребята прямо здесь у них была дар разбегатаясь. И подводя итоги, давай, стань, нормально. Да, стань, я стараюсь. Потому что на нашей вечеринке очень много было и грузинов, ребята, ведь подобно красиво. Это пипец, так сложно. Ребята, не открывайте здесь коворки. На хер, на хер. Итак, ой, радостно. Посмотрите, кипит, как муравейник наш коворкин. Вот у нас ожидающий здесь есть. Поближе немножечко покажу. Здесь идет обучение. Девочки красавицы. Это вот мастер обучает сегодня ученицу. Поближе, девочки, привет. Как идет обучение? Отлично, прекрасно. Мы рады. Мы рады. Еще запись идет следующая. Уже готовятся девочки к работе. Это наш чудный администратор Ксюша покажет вам милу. Потому что у нас есть в меню косты, чай, вино, разные коктейли, оперой шпринт, колоджи, джинтони, гром, а также бутерброды. Конечно, бутерброды горячие и холодные дамы. Ксюша, спасибо за демонстрацию. Уже мастера работают. Да, как видите, здесь есть стилисты. А эта девушка визажист. Она красит. Я попрошу. Девочки, можно вас показать немножко? Ой, какая вы красивая. Спасибо большое. Я буду мешать. Продолжайте. Так, Филь стрижут. Он не любит, когда его трогают. Так что, пойдем дальше. Отдельно с ним поговорим еще. Слушай, ой, так, Слушай, спасибо. Слушай, показывает, что у нас есть пиво. У нас есть кола. Также лимонадик горячего. Вино, да. Ну и спасибо большое. Слушай, также показывает, что у нас можно увидеть вина на улице. И разные напитки. Интересные, да. Ну, лаборатория о рабочем состоянии сейчас находится. Поэтому показывать я ее не буду. Ну, а это у нас была вечеринка. Дальше. Или впереди. Да, я покажу ее. Здесь нам, конечно, оставили все желания. К чему мы были очень рады. Было очень оживленно. Сейчас я вам тоже покажу нашу вечеринку. Да, у нас есть локеры. Поэтому мастерам не обязательно носить много с собой вещей. Можно их здесь у нас оставлять. Вот. И здесь уже кабинет-трансформер. Сейчас подробнее тоже покажу. Ну вот, наша вечеринка уже началась. У нас подходят люди к мужик. Такие красивые стены. А вы знаете, какие у нас красивые девушки. Боже. Девочки, как вас зовут? Нас зовут. А вас не зовут, но вы сами приходите. Ясно. Лиза, Маша, да? Я не ошибаюсь? Это я. Красоточка. Так, ну, наша просьба начинается. Соседжи, с мисла, на локации. Ребята модные. У-у-у. Я сегодня в игре. У нас сейчас сегодня будет лотерея. Беспроигрышная. Я реально говорю, беспроигрышная. Вот, Феликс топовый, топовый. Иди сюда, иди сюда. Поговори со мной, поговори со мной. Что такое? Я поизойду. Да, ладно, Феликс. Феликс вообще милашка. Он меня так уложил классно. А это наш топовый стиль. Я бы создала вот эта девушка, которая это все снимает. Она приветствовала всех этих 15 людей. Да, да, да. Я очень рад, что я в этом всем присутствую. И я в этом всем варюсь. А мы-то как рады. И елись. О, Татьяна нашлась. Господи. Нашлась, Наталья. Наталья. Таня, да, тебе нравится вечер? Да, особенно шпажки, суп-пюл. Приготовление. Да, да, да. Да, это греческий салат без консерваторов и без масла. Дианочка, моя красотка со своим мужем Максимом. Ребята, что вы можете сказать нам на открытие, пожалуйста, что пожелать можете? У вас очень классное место, локация, здесь хороший фэн-шуй. И мы желаем вам, конечно, много денег. Вот, я еще хочу сказать большое спасибо тем, кто нам помогал в это время. И это Парно. Друг нашего каворкинга, который нам помогал. Я обещала в своих видео познакомить всех зрителей с Парно. Это вообще, это мастер на все руки. И вообще, ваша команда нам очень понравилась. Быстро, вовремя, качественно. Дам прям ссылку на тебя. Пусть пользуются люди услугами вашими. И чтобы ваша фирма тоже процветала. Мы тоже попробуем, чтобы все сделать более лучше и более качественно. Парно, ты же знаешь, ты наш друг навсегда. Я делаю со всей душей, я хочу, чтобы все было у вас прекрасно и все вперед снова. Спасибо тебе большое. Хотела к вам. Да, да вот. Хотела вас поздравить. Можно микрофончик? Хотела вас поздравить с открытием салона. Я здесь всего месяц, но мне уже посчастливилось стать гостей вашего салона. И хочу сказать, что мне понравилась не только процедура, но и как вы. Я еще попала в такой момент, знаете, организационный. Когда вот приходили диджей проверять музыку, когда вы такая вся на суете. Я прям не то, что влюбилась в это место. Вы мне очень понравились. Вы сразу расположили меня. Я поняла, что я точно приду на открытие, хотя я здесь была всего один раз. И поняла, что я ни капли не пожалела. Это действительно то место, в которое хочется возвращаться. И вы просто прекрасный человек. Спасибо вам за это прекрасное место. И за то, что вы даете возможность нам быть красивее. Спасибо большое. Умница. Вообще, как ты сказала, молодец такая вообще. Привет, это Ланочка. Я надеюсь, это наша клиенточка. Она косметолог. Вы знаете, какая красивая? Да, клиенточка нашего каворкинга. Леночка, я желаю вам только процветания, удачи и много-много благодарных клиентов. И, конечно же, быть всегда на позитиве. Быть открытыми этому миру и наслаждаться каждым моментом. Спасибо тебе, спасибо. Так, а вот это наши коллеги, наши соседи по каворкингу. Это Леша. Ну что, теперь наша сегодня задача открыться, да, и по этому поводу мы с ними собрались. Ребята, классные, молодцы. Как вам, как вам, как вам у нас? Отлично, отлично, естественно. Вы молодцы. Вы скажите, классные ребята, вау. Классно, классно, ребята. А, Виталий. О, Виталия, кстати, посетили ребята, с которыми он работал. Пацаны, с которыми я работал. Да, ты вот прям, да. Ой, спасибо вам большое, ребята. Спасибо большое. Вам нравится все? Да, очень нравится. А девушке нравится? Девушке нравится. О, глазки как. О, девушке нравится. А почему вы не знакомитесь? Ну, познакомились уже. Познакомились? Да. То есть у вас какая-то тактика? Познакомились. Мы на интерьер находимся сейчас. То есть вы не быстро как-то, не нахрапом, да, вот так? Нет, мы же храпом. Переглядываетесь, да? Конечно. Вы даже знакомитесь как-то странно. Вот лайтово, так вот, как-то, да? На чили, на расслабон. Это первая вечеринка. Но вторая, третья, там все. Они наши постоянные резиденты. Точно, на вечеринке. На вечеринке. Я к вам приду, если у вас будет бал маскарад, то у меня... У него, у него хорошая маскарад. Да. У него хорошая маскарад. У нас больше будет. Хорошо, конечно, но он у нас будет обязательно. Сегодня у нас такой тренинг, тренинг, а попозже мы сделаем, да. Хорошего вам настроения, ребят. У нас самара, хорошая работа, успехов и всего наилучшего в Грузии. Да, мы полюбили Грузию, нам нравится. Сарматэбэбэдэс, а у Катасасуру и ловим. У-у-у, это самая лучшая. Классно, классно, спасибо, ребята. Ну, самое интересное впереди. А сейчас немножко мы ожидаем. А еще по-другому розыгры, да? Конечно. Вы купили беден? Да, 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 отлично. Все, все, ребята, беспроигрышная лотерея. Все, супер, супер, ребята. Хорошего вам вечера, отдыхайте, расслабляйтесь, попробуйте, пожалуйста, закуски. Я не могу никого уговорить. Меня? Хорошо. Ясь, у меня есть микрофон. Да, ты можешь со мной постоять вообще-то. Я директор, супер, заведение. Что мы хотим сказать? Мы уже все сказали, что хотели сказать. Наши гости должны сказать больше, чем мы говорим. Не правда. Ты уже прям как грузинца говорил. А мы там уже говорили, что-то сказали. А мы там уже говорили, что-то сказали. Виталий, по-итальянски, пожалуйста. Ну, я по-итальянски тоже знаю, да. А я что хочу сказать. А вообще у нас сегодня счастливый день, да? Потому что мы находимся здесь ровно год, кстати говоря. Вот. Чуть больше. За этот год было очень много. Отличные ногти. Ну, но сейчас все классно. Да. Вот это Грузия. Да, это Грузия, ребята, это Грузия. Это Сагартвелло. Это Сагартвелло, да. Комментарии по Грузии. Мы полюбили Грузию, всем сердцем. Я люблю Грузию. Я люблю Грузию. Да. Я люблю Грузию.